Бродячие псы держат в страхе целый комплекс в Челнах. В редакцию программы Челны 24 позвонили обеспокоенные жители дома 1405 поселка Зябь. По их словам, агрессивные собаки не раз нападали на людей. Взрослые боятся отпускать детей одних на улицу. Местные жители обращались в различные инстанции, но проблема так и остается нерешенной. Между тем, сегодня президент республики Рустам Миниханов ввел в набережных Челнах карантин по бешенству. Собаку с опасным заболеванием обнаружили как раз в Комсомольском районе. Люди встревожены такой новостью. Подробности у Эльмира Гайнудиновой. 27-летний Руслан Шаймарданов радуется теплому весеннему дню. Он любит гулять, но теперь все реже выходит на улицу один, только в сопровождении причина – агрессивная свора собак. Сегодня стая во дворе нет, а значит и погулять можно дольше. У молодого человека ДЦП и прогулки ему нужны. И это сложно назвать случайностью. Жители комплекса неоднократно жаловались, ведь проблеме уже несколько месяцев. По словам челнинцев, бродячие собаки не раз нападали на детей. Это отчетливо видно на любительских кадрах. Чтобы спастись от животных, мальчик взбирается на ледяную гору. Звери направляются в сторону другого ребенка. В это время его друг побежал в сторону дома. Они за ним побежали. У моего сына увечья никаких нет, а у друга куртку порвали. Также соседи сказали, что буквально минут 15 до этого они нападали на девочку, которая просто гуляла с мамой. Сошел мальчик, школьник, подросток, лет 7-8, наверное, по дорожке. Они там, он идет оттуда. И две собаки от этой своры отделились и на него стали кидаться. Хватило сил убежать от них. Впрочем, собаки держат в страхе не только детей, но и взрослых. Она только один раз тякнула. Со всей округи все собаки были здесь. Я не помню, как я вышла. Кто-то мне помог из мужчин. Со мной произошло, да, вчера вот на углу кинулись две собаки на меня. Ну, еле отбился. После некоторого времени жена звонит, говорит, что опять был серьезный лай. Я считаю, это проблема серьезная, на которую уже нужно реагировать. Вот это тот самый пустый рис, любленное место сбора стая. По словам жителей старой части города, здесь собираются от пяти до десяти, как маленьких, так и больших, агрессивных собак. После нашего обращения в исполком сообщили, что администрация Комсомольского района направила заявку о проведении обследования и принятии мер в адрес дирекции городского хозяйства. Теперь собак должны поймать, поместить на карантин, провакцинировать, а затем найти новых хозяев или снова отпустить на волю. По закону усыплять бездомных животных нельзя. Эльмира Гаинундинова, Роман Гейтман, Челны, 24.